Каршеринговая компания обвинила молодого екатеринбуржца в опасном вождении и потребовала с него неустойку в размере 100 тысяч рублей. О проблеме, с которой столкнулся 19-летний Данила Заворницын, он рассказал городскому порталу Ядин. По словам Данилы, он регулярно пользуется услугами компании Каршеринг Руссия, работающей под брендом Дилимобиль. В частности, в марте он несколько раз брал в аренду Volkswagen Polo этой компании. Ни штрафов, ни повреждений, по его словам, у него никогда не было. Претензии от компании относительно целостности авто тоже. Однако на прошлой неделе ему пришло уведомление о взыскании 100 тысяч рублей. Цитата. Штраф выставили за 19 марта, причем сообщили об этом в мессенджере. Якобы я дрифтовал. Я сказал, что жду официального ответа на почту. В итоге на один из звонков представителей Дилимобиля я не ответил, так они стали прозванивать моих родственников. Я считаю, что меня запугивают и намерен через суд требовать возмещения морального вреда. Данила признает, что нарушил условия договора, запрещающего выполнение так называемых управляемых заносов на арендованных автомобилях. Однако утверждает, что сделал это не намеренно. Цитата. Был момент при выезде и заезде на парковку торгового центра. На улице было скользко. Я не до конца снял машину со стояночного тормоза. Произошла пробуксовка. Я не совершал дрифт. Прошу отозвать штраф или снизить его до суммы, соответствующей сумме штрафа за опасное вождение, предусмотренное ПДД. Конец цитаты. Российские законодатели действительно уже много лет обещают ввести в административный кодекс штраф за так называемое опасное вождение, которое включает и дрифт, то есть движение в заносе на дорогах общего пользования. Однако, если мы ничего не путаем, введение такого штрафа ежегодно откладывается. К тому же в самом деле мобили опровергают версию своего клиента о якобы случайной пробуксовке. Вот что рассказала журналистом руководитель пресс-службы «Каршеринг Руссия» Алена Балакирева. За тем, как передвигается автомобиль, есть ли в траектории его движения резкие и опасные маневры, как и когда используется ручной тормоз, нажимаются ли на автомобиле с автоматической трансмиссией обе педали сразу, следит множество телематических датчиков. Все это формирует трек поездки. В случае с Заворницыным датчики показали использование ручного тормоза более 60 раз. А по треку его поездки установлено, что он многократно совершал резкие развороты на круговой траектории на парковке возле торгового центра. В договоре с заключаемым каршеринговыми компаниями с клиентами запрет на дрифт оговорен в череде других нарушений. Автомобили сдаются в аренду исключительно с целью пассажирских перевозок и не могут быть использованы ни в спортивных целях, ни для отработки навыков экстремального вождения. У разных компаний штрафы за эти нарушения разные. От 10 тысяч рублей у Рент-Ми до 50 тысяч у Ю-Драйв, 100 у Дилимобиля и аж 150 у Матрешкар. Адвокат Дмитрий Палтусов в интервью Е1 высказал мнение, что в случае обращения Данилы в суд у него есть шанс снизить сумму этого штрафа. Цитата. В Гражданском кодексе прописана свобода договора. В случае согласия сторон в нем могут быть выставлены любые требования, не противоречащие закону. Однако судебная практика не всегда говорит в пользу этого принципа. Например, когда банки пишут что-то мелким шрифтом, удается доказать, что клиента ввели в заблуждение. Существует принцип обоснованности стоимости услуг. Стоимость должна быть сопоставима с издержками компании. Водитель может потребовать, чтобы Дилимобиль доказал сумму нанесенного ущерба, допустим, за починку автомобиля в связи с действиями водителя. Кроме того, можно договориться и напрямую с юридическим отделом каршеринга о снижении суммы штрафа. Так, в случае простой трамваев из-за ДТП на путях, транспортники обычно выставляют виновникам аварии неустойку в размере десятков тысяч рублей. Но при добровольной оплате могут снизить требования всего до трех-пяти тысяч.